Девушки отдыхают Компании Геральта, Шани и мощного компьютера Acer Predator, обеспечивающего 60 кадров в секунду. О чем еще мечтать? Вы смотрите StopGame.ru, в эфире превью дополнение «Каменные сердца». Спойлеров будет не больше, чем на первых скриншотах и в тизере. Это дело. Для справки напомню, незадолго до премьеры «Дикой охоты» CD Projekt Red анонсировала сезонный абонемент, включающий доступ к двум крупным дополнениям. Первая из них называется «Угадали? Каменные сердца» и выходит уже 13 октября. Разработчики обещают не менее 10 часов замечательного приключения. И первые два мне удалось оценить лично, с чем можете меня поздравить. Как и всякая удивительная история, это начинается с мелочи. Геральт берет очередной заказ на монстра. Некий атаман Ольград фон Эверик, подозрительно похожий на футболиста Дэвида Бекхэма, просит Ведьмака разобраться с чудищем, скрывающимся в Оксенфурдских подземельях. Награда? Кошель с деньгами и кое-что еще. Непыльная, на первый взгляд, роботенка. Отправившись в город, Белый Волк встречает давнюю знакомую, заметно похорошевшую с 2007 года медичку Шани. Впоследствии с ней можно будет закрутить милый романчик, но сперва надо разобраться с монстром, сгубившим десятки людей. Короткое расследование приводит Ведьмака в логово твари, той самой жабы, которую вы видели на скриншоте. Тут же оказывается, что каменные сердца лихо меняют правила игры. Казавшийся простым, бой моментально оборачивается напряженным противостоянием. Французский деликатес ловко отскакивает, больно бьет языком и плюется ядом. Такую жабу не закликать до смерти, приходится уворачиваться и подбирать подходящую тактику. Война заканчивается неожиданным поворотом, и Геральт снова вляпывается в историю, но на помощь приходит старый знакомый. Господин Зеркало, он же Гюнтер Одим, он же Стеклянный Человек и просто бродячий торговец, подсказавший, где искать Йеннифер. Спасибо. Мы, люди, по дороге, должны быть вместе. Может, один день я в проблеме, и ты приближешься, чтобы помочь. Теперь за Ведьмаком большой должок, который придется возвращать. В очередной раз CD Projekt делает ставку на сюжет и диалоги, поэтому смело надейтесь на интересную историю. Она будет в обрамлении уморительных ситуаций и красивых кат-сцен. Разработчики не раз постараются вас удивить. Новых регионов в Каменных Сердцах, к сожалению, нет, но в неизведанные места приключения Геральта точно заведет. В гробницы, поместья, подземелья и Аксенфурдскую академию. Плюс карта слегка расширилась на севере. Все выглядит по-прежнему богато и роскошно, особенно в лучах GeForce GTX 980. Игровая механика тоже пережила ряд изменений. Жаба далеко не единственный сложный босс. Далее на пути Ведьмака появился Афирский маг. Колдун лихо вызывал песчаные торнадо и телепортировался, лишая возможности подобраться к нему поближе. Чертов ублюдок трижды сломал лицо охотнику на чудовищ, поэтому на четвертый я принял единственное верное решение. Удрал как можно скорее и дальше. И это только самое начало. Дополнение рассчитано на героев от 30 уровня, поэтому браться за него непрокаченным нубом – плохая затея. У меня, разумеется, при себе собственных файлов сохранения не было, но, как оказалось, начать можно и без них. Из главного меню сразу с экипировкой и на высоком уровне. Хорошим подспорьем в борьбе станут рунные и глифовые слова – новинка каменных сердец. Нанести на броню или меч их можно у специально обученного зачарователя. Вич должна иметь три рунных слота, и если в них есть руны, при зачаровании они автоматически уничтожатся. Слова хоть и стоят дорого, но дают интересные бонусы. Например, восстановление выносливости после убийства врага или ускорение регенерации при заполнении шкалы адреналина. Кроме того, в дополнении найдется и ряд других изменений, о которых просили игроки. Теперь Геральту доступно четыре зелья во время боя, руны и глифы в инвентаре заметнее отличаются, и что-нибудь еще, до чего я не успел дойти. И самое главное, конечно же, десять новых карт для Гвинта. Плохие новости я припас напоследок, и все они касаются русской локализации. Во-первых, голос Шани просто ужасен и совершенно ей не подходит. Женщинам в Ведьмаке 3 в этом плане почему-то особенно не везет. А во-вторых, в одной из сцен у Геральта есть неозвученная реплика. На этом плохие новости заканчиваются, и я с удовольствием констатирую очевидное. Первое дополнение для Дикой Охоты будет замечательным, гарантирую. Легкая и сказочная атмосфера разбавлена хорошим юмором, удивительными событиями и приятными нововведениями. Каменные сердца — это не просто парочка новых квестов, это еще одна глава в богатой истории Геральта из Реви. Субтитры создавал DimaTorzok